Приветствую вас! Давайте попробуем подумать, что вы реально можете сделать в этой ситуации. Как вы можете себя в ней вести и что, собственно, вам можно сделать в этих условиях, которые у вас сложились. Итак, пожалуй, начать нам с того, что мужчина сказал вам о том, что он ничего к вам не чувствует, что вы ему безразличны. Ну, как это сказать, да? Слишком резко, то есть ничего не предвещало беды, а потом он вдруг внезапно резко вывел о том, что с вами он больше быть не хочет. И вот эта резкость, это, я бы сказал, даже такая категоричность в суждениях, такое яростное отрицание, скажем так, того, что у вас что-то может быть, яростное отрицание, волей-неволей как-то наводит на определенную мысль о том, что, ну, может быть, мужчина просто испугался тех чувств, которые он испытывал, испытывает к вам, и эти чувства вызывают у него, вызывают или вызывали у него ощущение некой такой уязвимости в себе самой, вот это в себе самом, и из-за этого, из-за наличия вот этого вот чувства уязвимости, мужчина мог по большому счету специально отказаться от общения с вами, от взаимодействия с вами, от контактов с вами, лишь бы только не чувствовать себя зависимым от вас, например. И, ну, просто потому что чувства не могут, не могут чувства завершиться вот так быстро, не могут чувства закончиться вот так вот в один момент, и мужчина, ну, вряд ли бы стал говорить вам об этом вот так вот напрямую, если бы у него уж не действительно чувства, потому что, ну, мужчины очень часто говорят совсем другие вещи, они наоборот, стараются девушку к себе привязать, стараться, чтобы девушка была с ним, в любом случае, а то, что мальчик уязвимости, например, напоминает бег, бег от чего-то, бег от чего-то, и вот об этом-то как раз я и хотел вам сказать, что, понимаете, мужчина, в том числе, вы слишком, как бы это сказать, вы слишком буквально воспринимаете слова молодого человека. Вы слишком буквально их воспринимаете, потому что еще не известно, что молодой человек действительно думает о вас, что молодой человек действительно думает о ваших отношениях, что он хочет и так далее. Всего этого мы не знаем. Не знаете вы, потому что у вас есть только то, что он вам говорит. Поэтому на данный момент, если вы хотите с мужчиной сохранить отношения, ну, хоть какие-то. Не хотите, бабнусь им, терять его из-за виду, не хотите разрушать с ним отношения, то я думаю, что вам нужно будет на самом деле принять его предложение, сказать ему, по крайней мере, просто вот, да, сказать, ну, что хорошо, как скажешь, будем с тобой друзьями, если ты так хочешь. Я, как бы, приму любое свое решение. И дальше смотреть на его поведение, на его отношение к себе. Вполне возможно, что у мужчины, а я думаю, что скорее всего, мужчине просто нужно время, чтобы немножечко вот прийти в себя, чтобы немножечко подумать о том, чего он вообще хочет от вас, и чтобы определиться с тем, что ему нужно, на что он рассчитывать сам. По большому счету, мне кажется, что вам сейчас важнее всего не делать резкие движения. По большому счету, мне кажется, вам сейчас наиболее важно не рвать ситуацию, не давить на него, на мужчину, не требовать от него чего-то такого, того, что вам, например, дать не может, да. А просто-напросто согласиться на данный момент с ним, потому это все равно вы ситуацию как-то изменить его не сможете никак все равно, ибо если мужчина выбрал, то он уже будет, наверное, пока своего мнения придерживаться, и если вы будете оспаривать его точку зрения, то из этого тоже хорошего ничего не получится, хотя бы потому, что мужчина будет думать, что вы на него давите, мужчина будет чувствовать, что вы хотите быть с ним, будет повышаться его самооценка, и появится такой вот соблазн вами пользоваться, соблазн вас использовать, ну а почему бы и нет, да, если вы все равно готовы с ним быть в отношениях. Ну вы постарайтесь дать мужчине то, что он хочет, постарайтесь показать ему, что вы примите любовь, его решение, и это будет самым верным поведением, а дальше, если спустя какое-то время вы увидите, что мужчина, например, с другой женщиной встречается наживо, что мужчина, например, с вами, ну откровенно ничего не хочет больше, что вы его не интересуете, не волнуете, на начальство у него действительно вышли, и хорошо, что он вам сказал, потому что если бы он не сказал, то вы бы, наверное, мучились еще больше, а так хотя бы вы знаете правду и не испытываете ложной надежды. И вот здесь что-то заключается в том, что если вы как бы любите его, то вы его отпустите, потому что, ну, объективно, без вас он получается счастливее. Если же вы отпустить его не можете и думаете о нем постоянно, и вам все равно как и каким образом ли бы вы были с ним, то имеет место быть любовная зависимость, и тогда уже нужно будет работать с вами, чтобы от этой любовной зависимости избавиться. Оно заключается в том, что вы реализуете через человека определенные подредности, и эти подредности пытаетесь реализовать только этим вот данным способом и не более того. Соответственно, это такое вот потребительское отношение к мужчине, потребительское отношение к человеку, и оно вам будет только вредить, потому что у вас самой ведь чего-то не хватает, чего-то такого, что вы пытаетесь восполнить за счет мужчины, ну и, соответственно, вы пытаетесь это сделать за счет человека, у вас это получается по строку, поскольку, но, как бы, как и в любой зависимости, вам требуется постоянная добавка в результате чего вы оказываетесь привязаны к человеку, и это делает вас несвободны, несчастны, главное, мы считаем, или же, что такими и должны быть отношения. На самом деле, не должны. Обношения – это всегда равноправный союз двух независимых и свободных людей. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.